Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Это в законе называется некорректный сбор подписей. Вы должны, как по закону, это сделать, обязательно. И потом я хочу, знаете вам, что еще сказать? Что на этом успокаиваться нельзя. Потому что разные могут быть варианты. Вам могут сказать, как вот по телефону ответили девушки, что уже поздно, уже все решено. Могут там какие-то сроки, вы пропустили что-то. Поэтому, если вы действительно против этого, вы как-то организуетесь. Горький опыт точечной застройки у жителей уже был. Несколько лет назад долгожданную детскую площадку снесли и на ее месте разместили двухэтажное торговое строение. И дом, находящийся в центре города, со всех сторон окружили магазины. Их работа не первый год отравляет жителям жизнь. Значит, в нашем доме находятся четыре магазина, которые нам, вот нам, жильцам, ничего, скажем так, хорошего не дают. А только лишают жить, а только испортили абсолютно все въезды и выезды внутри двора. И этот вопрос никак мы не можем решить. Второе, значит, вот сейчас у нас, кроме того, что мы имеем вот эти магазины в нашем доме, сейчас мы еще ожидаем строительства торгового комплекса перед нашим домом, прям конкретно по красной линии улицы. А недавно в газете «Красное знамя» жители увидели объявление о предоставлении под строительство земельного участка прямо под окнами их дома. Будущему зданию жители, мягко сказать, не обрадовались. Я даже не представляю, у нас сейчас мы целый день со светом сидим, да, у нас темнота. Если еще раз здесь что-нибудь построят, да, там у нас даже света не будет подать, потому что у нас практически так и так свет не попадает. Мы в кухне целый день, в зале целый день. У меня вот внучка с юбилейной приходит, да, и говорит, бабушка, почему у вас так темно? Не просто поговорить по-соседски собрались жители вечером в пятницу. Они написали несколько писем и собрали подписи. Письма пойдут в городскую администрацию, прокуратуру и даже Государственную думу. Помочь жителям в борьбе за свои права обещают правозащитники. Они тоже присутствовали на собрании. Мы собрали общественный совет в поддержку, потому что, ну, многих не устраивает точно застройка. Тем более, насколько я понимаю, в нарушении норм и законов, тем более жильцов это абсолютно не устраивает. Жильцов здесь, как говорится, не спросили, нужно ли это или нет. В процессе будем советовать, возможно, что-то писать или куда-то заявлять, обращение писать, возможно, общаться, может быть, с главой, с замами и так далее, можно сказать, чиновниками. Представителей администрации на собрании в тот день не наблюдалось. Не жалуют чиновники подобный пятничный досуг. А как нам пояснили в администрации, то и проблемы, как таковой, уже не существует. Нас уверили, что никакой стройки в этом месте не будет. Мозастройщик сам отказался от предоставляемого участка. Так это или нет, покажет время. Но на всякий случай, письма будут отправлены адресатам. Полина Сюткина, Ренат Юмакаев, информационная программа «Время новостей». Начинаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова